всем привет господа нажиманы ну что у меня очередная ножевая посылка все как обычно посылка с магазина блэй тачки и несмотря на то что вы сейчас увидите и я вам хочу сказать что то штуковина которая там лежит несмотря на свой вид является вернее скажем так имеет непосредственно отношение к ножам и не только потому что сделано это штуковина компании benchmark но и потому что собственно говоря она является ну некая модификация одного из банковских ножей и речь у нас сегодня пойдет но вот так а ну вместился пока полностью коробка довольно длинная вместилась тремя об ну скажем так мультиту ли от компании benchman который называется 179 g rei или грай сок п соцп рэскью то короче смотрите на та штуковина которая там лежит она была разработана грэгом томпсоном а он в свою очередь является создателем программы боевых действий специальных операций но вот это типа сок сок или соцп я короче хер его знаю чуть за программа на самом деле умничать не буду вообще в душе как говорится но звучит очень так круто и представительно и вот этот мультитул он является по сути дела ну неким так некой такой модификации а попросту говоря об рубкам кинжала от компании benchman об рубкам таким скажем менее боевитым и более приближенным к понятию спасательная вещь спасательный инструмент ну и в общем то вот перед нашими глазами уже поставляется вместе с куском паракорда паракорд в спасательных и выживательских операциях вы знаете вещь очень не лишняя в конце концов это инструмент последнего шанса всегда как я говорю чтобы в случае чего прерывать свои мучения ну и непосредственно вот он мультитул как видите он действительно похож но на кинжал 100 модель по моему сто семьдесят шесть она так и называется соцп сок песок короче это тот самый кинжал но но которая по сути дела кинжалом не является поставляется вот в таких вот ножнах ну сейчас бы вам не соврать нигде не указано то ли из пластика то ли из кайдекса но судя по литью скорее всего они пластиковые 4 кайдексных ножен без заклепок не видел вот так вот из двух половинок один в один слиты но как бы то ни было из пластика или кайдекса нужно оборудованы просто кучка я бы сказал плюшек и фишек смотрите во первых есть отверстие для того чтобы при помощи этого самого паракорда либо при помощи каких-либо даже винтов куда-то их прикрутить либо подвесить во вторых вот эти вот штуковины скажем так пропилы тоже мне кажется предназначены для того что либо с помощью обвязки из паракорда куда все дело привесить либо с помощью крепления моли как-то так закрепление их воткнуть плюс эти же самые нужно оборудованы вот таким вот отверстием для слива воды и удаления влаги ну и клипса смотрите на нужнах есть вот такая вот клипс очка ну пожитенькая жиденькая клипса надо сказать да такая упругому какая-то она прям тесточко образная но зато клипса посмотрите с вот такими загибами которые позволят ей с одной стороны свободно довольно таки а с другой стороны уверенно держаться на ремне то есть это все может скользить но с ремня за счет вот этих двух усов не слетит ну и собственно сам мультитул сюда вставлен ну надо сказать что он довольно легко отсюда извлекается то есть и входит он без всяких щелчков дополнительный то просто за счет силы трения он там держится не знаю ну так конечно не выпадает но со временем со временем все может быть ну и вот такой вот мульти то в этих самых ножнах скрыт как бы не знаю какие спешил операции можно замутить с помощью этого тула но некие спасательные операции на некие спасательные операции безусловно он способен благодаря тем инструментам в которые в себе он содержит в первую очередь от стеклобой на вершинке вот такой вот опять же не раскрывает нигде производитель из чего он сделан вот так по цвету похоже что вольфрамовый довольно таки острый стеклобой может быть какая-то каленая сталь дальше двигаемся от вершинки к основанию такого-то кошка казалось бы бесполезно и бестолково на самом деле ключ гаечный ключ ну гаечный не в смысле под гайки хотя какие-то гайки наверное тоже можно с помощью этого ключа открыть это гаечный ключ под клапан кислородного баллона я думаю что в принципе если постараться можно какие-то гайки будут открыть ну было бы моё я может быть час пошел где-нибудь нашел бы вентиль и скорее всего какие-то небольшие вентиля тоже можно будет открыть дальше идет стропорез ремни рез и он же разрезатель одежды я так думаю что можно какие-то брючины рукава жилетки рубашки и прочее прочее на поврежденном тельце человека которого будете спасать разрезать чтобы получить доступ там обрабатываемой поверхности ранам там и т.д. и т.п. так ну вот это я так понимаю это просто насечка для зон хватов но вот это отверстие тоже подозреваю что это ключ для чего-то но не буду врать в общем в общем два отверстия для того чтобы куда-то накинуть и что-то открутить что-то отвинтить ну кольцо куда же без него это же все в случае операции надо будет как-то вертеть в руках перекидывать с упором с насечкой опять же для ударить вражину по болевым точкам потому что как ни крути а эта штука не только предназначена для каких-то спасательных операций но и для самообороны как написано в описании легал self defense в общем легальная самооборона не такой смертоносный как его прародитель кинжал но в умелых руках я так понимаю различными своими частями нужно же может даже вот может нанести болевые останавливающие и может быть даже кровопускающие повреждения собственно вот все тут понты бенчмент автор спешил оперейшем все дела значит сделано это все из стали 440 си ну и покрыто на мой взгляд какой-то термо полимерной краской что-то типа того самого пресловутого цирракот цирракот этого это просто бренд который производит одну из термо полимерных красок в общем то и все и тут отверстия есть вот такой вот мультитул вот такая вот около ножевая штуковина мой канал все-таки на живой поэтому скажем под закат этого обзора все-таки парочку ножей я вам покажу во первых я сам вскрою посмотрю а чё тут есть не кирпичи тут ли пришли обзоры на эти ножи делал во вторых я вам покажу и в другом цвете а в третьих товарищ который с моей помощью заказал штуковину из магазина blade очки живо интересовался ножом с соком из магазина е-knives из магазина е-knives я ничего никогда не заказывал и вот собственно другой ну можно сказать уже нажимаем мой постоянный заказчик попросил их из этого самого магазина е-knives заказать парочку ножей но заодно его проверить навшивость ну вот собственно говоря можно сказать навшивость этот самый магазин е-knives и проверили но вот так вот я вот дабы супер секретной тактической информации не раскрывать вот он е-кл так логотипу магазина е-knives это invoice ну а тут собственно microtech лежит я к слову сказать если уж о том речь зашла не веду никакой статистики магазинов и вообще выбор магазина перекладываю токма на ваши плечи то есть я ничего не тащу вам на заказ под заказ некоторые меня спрашивают а сколько будет стоить такой нож понятия не имею сколько будет стоить такой нож пока вы его не найдете в том магазине в котором вы его хотите купить и не скинете мне ссылку соответственно вы сами выбираете модель вы сами выбираете магазин и продавца и вот там где вам нравится я потом выкупаю и собственно для вас привожу как сделал в этот раз товарищ нашел в магазине вот такие вот соком и в магазине е-knives вот они пришли собственно обзор этого ножа этих ножей я вам делал единственное что в обзоре фигурировал по моему танто полу серрейтер и в версии полностью сатиновой вот такой вот грубый машины сатин был сейчас могу соврать здесь же у меня вот такой же танто из алюминия первых итераций только в двухцветной версии черно-белая и сатин на голомене это у нас был соком раз это собственно говоря у нас соком 2 магазин тот же самый тот же е-knives но скажем так назовем это тактического военной хитростью заказаны они были чуть-чуть в разное время и пришли в разных посылках точно такой же нож этому же товарищу соком элит тоже в алюминии м390 танто версия двухцветная черно-сатиновая нож 2 товарищу который заказал который интересовался тоже одним из соковов только вообще в другом таком очень интересном эксклюзивном исполнении в этом же магазине е-knives могу сказать но пока что магазин проверен пока что магазин добросовестный вместо двух соком в два кирпича не положил что будет в будущем можете проверить он там внизу все ссылки на меня в описании группа во вконтакте канал в телеге объявления на авито если что-то нужно приторбанить из иностранных интернет магазинов вы не только ножи а всякие санкционные ништяки электронику запчасти пишите письма скидывайте свои ссылки как вы поняли на интересующие вас вещь в интересующих вас магазинах и вполне себе возможно я вам смогу помочь на этом с этой ножевой большим ножевым обзором и большой такой богатый ножевой распаковка все оставайтесь на канале всем удачи всем пока